В 1923 году эта улица, совсем недавно называвшаяся Дворянской, а потом недолго носившее имя министра Керенского, была Советской. В ноябре 1918-го Собелиска на площади сбросили и увезли в неизвестном направлении царя-освободителя. А председатель Совнаркома Ульянов Ленин поднимется на этот пьедестал только через 4 года, в год 10-летней годовщины Октябрьской революции. По улицам еще ходили красноармейцы, в шинелях, пахнущих огнем и порохом гражданской войны. Бегали босоногие беспризорники, и нет-нет, да и проходили так называемые бывшие, не успевшие скрыться в 1918-м и теперь надеявшиеся спрятаться среди пролетариев. А 10 октября 1923-го года вот в этом здании на бывшей Дворянской открылась первая губернская государственная трудовая заберегательная касса номер 28. Говоришь, время, деньги? А разве сохранная касса уничтожена? Сколько же это будет через 14 лет? Трешница как трешница, серебро как серебро. Хочешь, позванивай. Хочешь, ставь на ребро. А первая в самарской истории заберегательная касса открылась еще 1 июля 1855-го года. Располагалась она в доме, занимаемом приказом общественного презрения на углу Воскресенской и Вознесенской. Об этом самарцы узнали уже на следующий день из газеты «Самарские губернские ведомости». Привлекая внимание населения к новому учреждению, газета разъясняла, для чего касса создана, каковы выгоды, которые получат ее потенциальные клиенты и каков принцип ее работы. Как следовало из заметки, касса создавалась для того, чтобы дать средства небогатым людям, скопить небольшие суммы с приращением их процентами. Заинтересовавшиеся приглашались по понедельникам и четвергам с 9 до 14 еженедельно, кроме табельных праздников. Таким образом, каждый желающий мог спланировать свой поход в сберкассу и быстро и с максимальным комфортом открыть счет. Ведь где же еще, если не в сберкассе, было помнить, что время – деньги? Время – деньги. И проценты на них начислялись точно в срок. А вот с таблицей процентов и правилами вкладов клиент мог ознакомиться здесь же. Согласно этим правилам, в каждое из посещений клиент сберегательной кассы мог положить на свой счет не менее 50 копеек серебру и не более 50 рублей. А процентная ставка, утвержденная еще в 1841 году, равнялась 4% годовых. Интересно, что общая сумма вклада не должна была превышать 750 рублей. В противном случае сберегательная касса прекращала начислять процент на такой значительный вклад. Но надо заметить, что 750 рублей по ценам того времени была весьма и весьма значительная сумма. Достаточно сказать, что дом со флигелем и постройками в центре города стоил что-то около 600 рублей серебро. Егор Прохорович, здорово, милости просим. Как тебя Господь занес к нам? Да есть у меня кое-какие делишки, здесь, неподалеку. Вот, идучи туда, я к вам и вздумал завернуть. Спасибо, что не забываешь старых знакомых. Садись, поговорим о чем-нибудь. Ну, что новенького? Да вот, был я на днях у одного приятеля. Там шел разговор о какой-то сберегательной кассе. Слышал ли ты об ней? Как не слыхать? Теперь все говорят об этом благодетельном учреждении. Ты человек грамотный, читаешь газеты. Растолкуй мне, что это за сберегательная касса? Да просто казна, в которую кладут деньги на сбережения. А положенные деньги дают рост 4% в год. Послушай, братец, Алексей Никифорович, а разве сохранная казна уничтожена? Нет, не уничтожена. Так зачем же теперь утвердили другую? Если угодно, я тебе объясню и это. В сохранную казну принимаются только большие деньги. Меньше 8 целковых туда не принимают. А сколько таких людей, которые хотели бы положить в сумму меньше 8 целковых? Вот батюшка-государь и приказал учредить такую казну, куда можно положить и 7 целковых, и 6, и 1, и даже 1 полтинник. И тоже с приращением 4% в год. Вот это казна и есть сберегательная касса. Кто же отдает деньги в сберегательную кассу? Отдают все, кто угодно. Дворяне, купцы, рабочие, ремесленники, мастеровые. Но, в общем, народ небогатый. Все те, кому деньги редко в большом количестве достаются. А вот в небольшом они бывают у каждого. Эх, брат, да сколько мастеровой может накопить в неделю? И стоит ли труда отдавать копейки в сберегательную кассу? Отдавать копейки в сберегательную кассу стоит, сколько бы кто их не накопил. Нам кажется, мало положить полтинник. А клади-ка по полтиннику каждое воскресенье в продолжении года, то на конце года у тебя будет более 20 целковых, не считая процентов. А через 5 лет у тебя будет более 100 целковых, что для рабочего человека не безделится. Так ты, верно, уже отдавал деньги в эту кассу? Расскажи, как там все делается? А вот как. Почти каждое воскресенье я несу, что приведется. Иногда целковый, иногда два, иногда три. У меня и сын, Ванюшка, тоже раз относил деньжонки на себя. Пусть его с малолетства привыкает к бережливости. Это не помешает. А вот первым вкладчиком самарской сберегательной кассы стал не мастеровой и не сын мастерового Ванюшка, а самарская малолетняя дворянка Софья Перчатникова, положившая на свой счет один рубль серебром. Прочитала ли госпожа Перчатникова о сберегательной кассе в губернских ведомостях или слышала что-то о их работе в столице, но именно с ее рубля началась история самарского сберегательного дела. Кстати, в 1855 году рубль был не такой уж и значительной суммой. В том же номере губернских ведомостей печатались цены на лимоны и апельсины, которые стоили от 15 до 20 копеек за один лимон и от 25 до 40 за один апельсин. Любопытно, что счет малолетней дворянки Перчатниковой не был закрыт и спустя многие годы после его открытия. И через 10, через 20, через 30 лет сотрудники сберегательной кассы все так же ввели начисление по нему. К 1 января 1914 года счет госпожи Перчатниковой составил уже 4 рубля 59 копеек, из которых 3,79%. Неизвестно, воспользовалась ли Софья Перчатникова накопленными ею средствами, но пожелая она теперь сходить с ними на рынок, она могла бы купить не 4 лимона, а 10 килограмм говяжьего мяса или 13 килограмм сахара, или 3,5 литра водки. И, как говорится, сдачи не надо. Да, от твоих рассказов и меня берет охота попробовать класть деньги в сберегательную кассу. Сегодня пятница, завтра же положу 10 целковых. Неси с Богом. А ежели через 14 лет захочешь взять их обратно, то вместо 10 получишь 20. А если они будут лежать у тебя дома, то вовеки ничего не прибудет. Для чего доброго еще, пожалуй, и украдут их. Вот такой или подобный этому разговор можно было услышать и в середине, и в конце позапрошлого века на любой из самарских улиц. Мастеровые, мещане, учащиеся, небогатые дворяне, все те, у кого завелась лишняя копейка, думали о том, как дать этой копейке жизнь, и несли ее в сберегательную кассу. Кстати, сотрудниками сберегательных касс вплоть до 1914 года были исключительно мужчины, так как существовал особый циркуляр, запрещавший принимать на службу женщин. И только начало Первой мировой войны положило конец этому запрету. Мужчины ушли на фронт, и работать в сберегательных кассах стало некому. И теперь вкладчиков в сберегательных кассах встречали не только вежливые сотрудники, но и милые сотрудницы сберегательного ведомства. В 1920 году сберегательные кассы были закрыты, так как огромная инфляция сделала невозможным хранение денег, которые уже на завтра стоили ровно половину вчерашнего. Какие уж тут проценты и начисления. Но уже через три года, когда еще не совсем потух огонь гражданской войны, сберегательные кассы открылись снова. Так как, несмотря ни на что, и вопреки всему на свете, копейка снова берегла рубль. Да-да, копейка снова, как вчера, позавчера и позавчера, берегла рубль. Хотя внешний облик и копейки, и рубля существенно изменился. Упала корона, разлетелись в разные стороны скипетр и держава, а место орла занял серпастый и молоткастый герб. С надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь». И они соединялись. А еще откладывали полтинники, целковые и червонцы на черный день. Теперь, что серебро, что казначейский билет одинаково обеспечены. Разницы нет. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры создавал DimaTorzok